И те, у кого хорошие квартиры, им вовсе не уютно сидеть в многокомнатных хоромах, зная, что миллион людей в чужлочугах, в пристройках, в вагончиках. И даже те, кто сегодня никак не ограничены в свободе, они как грамотные люди понимают, что в нашей стране и во всех странах мира в тюрьмах находятся миллионы граждан планеты Земля. Конечно, среди них есть настоящие преступники, но, к сожалению, в заграничных тюрьмах, а нас с вами больше интересуют, может быть, наши тюрьмы, наверное, 30% людей сидят ни за что. И это самое страшное, когда человек ничего не совершил, но не вовремя оказался не в том месте. И на него повесили чужие преступления. Мы с вами не можем охаивать нашу милицию. В ней, как и в любом трудовом коллективе, есть хорошие специалисты и есть случайные люди. И, конечно, условия работы, когда им спускают проценты, это остатки советской власти, количество раскрытых преступлений. И не имея возможности раскрыть их, некоторые из них прибегают к нечестным методам и на безвинных людей вешают чужие преступления. Поэтому наша солидарность должна быть со всеми, со всеми хорошими людьми, с хорошими врачами. Хотя мы знаем, есть те, кто ставят фальшивые диагнозы, затягивают лечение, чтобы больше денег вытянуть из пациента. И каждый из нас может оказаться в приемном покое в кабинете врача и стать жертвой вот такого обманного лечения. Стать жертвой, когда кого-то из вас или ваших родственников незаконно лишат свободы. Но для этого мы должны для защиты, для солидарности использовать нашу с вами демократию, которая не всем из вас нравится, и мы с вами согласны. Но надо бороться. Бороться так, чтобы никто из вас не пострадал. Есть политические партии, в истории которых тысячи активистов были расстреляны, посажены в тюрьмы, отправлены вынужденной силой в эмиграцию. ЛДПР никогда не будет хвалиться такими цифрами. Мы никогда не допустим, чтобы кто-то из активистов ЛДПР хоть чуть-чуть пострадал. Мы никогда их не толкнем на баррикады, чтобы они погибли за чужую свободу, за чужие богатства. Но мы всегда будем вести настойчивую борьбу, чтобы торжествовали законы, которые защищают каждого из вас. И вашу свободу, и вашу честь, и ваше имущественное положение. В этом смысле ЛДПР действует уже 20 лет. И сегодня, в эти последние годы, мы начали более жесткую борьбу против коррупции. Потому что это самое страшное орудие в борьбе против нас с вами. Если коррупции подвержены врачи, они вас могут залечить так, что вы навсегда останетесь инвалидами. Если коррупции подвержены правоохранительные органы, то вы не можете надеяться на то, что вас кто-то защитит, или вы добьетесь справедливого судебного решения. И самая страшная коррупция в государственных органах. Там, где мэры и губернаторы, министры, там, где они способны за деньги препятствовать исполнению законов. Это самое страшное. Ошибка одного врача, или одного милиционера, одного судья и прокурора, может тяжело сказаться на жизни многих граждан нашей страны. Но когда в корыстные преступления, в мошеннические схемы, в коррупционную сеть попадают органы власти и их ответственные чиновники, от этого страдают целые города, губернии, вся страна. И коррупция опасна тем, что она как зараза проникает в голову, в сердце и душу новых чиновников, когда они видят, что старший товарищ, как он обогатился, сколько у него денег, квартир, машин, и новый чиновник начинает тоже искать пути, как обогатиться. И раз жертва этого произвола становится целая страна, все человечество, эти продажные правительства доводят свои народы до революции, и мы видим, что случилось в Бишкеке весной этого года. Это сделала верхушка, продажная власть в этой стране. Мы не хотим, чтобы подобная зараза продолжала расцветать на клумбах власти в нашей стране. Наиболее пораженным коррупцией является город Москва, потому что это наша столица, потому что здесь все рычаги власти и здесь, к сожалению, все деньги нашей страны. Коррупция не может быть там, где нищета, там, где нет денег. Она может быть только там, где есть деньги. Как и рыба, она не просто цепляется за крючок, она ждет наживку. На пустые крючки она редко будет насаживаться. Так и коррупция. Она расцветает только там, где деньги. И наш десятимиллионный город страдает уже 20 лет, стянутый тисками этой коррупции. В нашем городе произошло две революции в августе 91-го года и в октябре 93-го года. В обоих случаях действовали коррупционные схемы. На деньги сюда приезжали иностранные наемники, и качестве снайперов провоцировали насилие на улицах Москвы, как и в Бишкеке. Все, кто там погиб, около ста человек, они убиты снайперами, засевшими на крышах правительственных зданий. И за это эти снайперы получили огромные деньги. Поэтому эта коррупция не просто, чтобы вы не можете получить квартиру, не можете начать свое дело, не можете выиграть в суде, чтобы ваш из был утворен. Это ваша жизнь. За деньги русский офицер расстреливал русский парламент в октябре 93-го года. Бесплатно он бы не стал этого делать. За деньги вывели молодежь ночью на улицы Кишинева, и они разгромили весь город. За деньги устроили оранжевую революцию в Киеве и в Тбилиси. Но время все расставляет, и мы рады, что народ Украины, испытав эту новую власть, дал ей маленький срок, всего 5 лет. ЛДПР честно поддерживало Януковича еще в 2004 году, когда он первый раз баллотировался. Не просто поддерживать, из Москвы помахать ручкой. Мол, победы тебе, Виктор Федорович. На брюхе проползли пол Украины, призывая избирателей Украины голосовать за Януковича. И эта его победа в январе этого года, это частично и победа ЛДПР. Это куда сложнее делать, чем приезжать на Майдан и одевать оранжевые шарфики, когда победил Ющенко. Пить шампанское и мечтать об оранжевой революции в Москве. Такие тоже есть лидеры партии, революционеры. А мы честно помогли наиболее пророссийским политическим силам. Патриотически настроены. Но при этом мы помним об ошибках Советского Союза в области национальной политики. Мы не поддержали договор о дружбе, заключенный между нами в 90-м году, поскольку этот договор утверждал границы между нами. И за границей оказывался Крым, Севастополь и миллионы русских. Поэтому это последовательная позиция ЛДПР. Мы противники создания искусственных государств, союзов и незаконного их расчленения. Если СССР был создан незаконно в 22-м году на штыках Красной Армии, то в декабре 1901 года его незаконно распустили три представителя трех республик в составе СССР в Беловежской пущи. В обоих случаях ЛДПР против. Никогда на штыках нельзя ничего добиться. Что добился Наполеон, самая сильная армия в Европе? Покорил всю Европу и проиграл. Чего добился Гитлер? Покорил всю Европу и проиграл. К сожалению, и в нашей стране большевики, коммунисты установили советскую власть. И мы, последнее поколение Советского Союза, жили и даже не думали о свержении советской власти. Вот каково нам, тем, кто гордился своей страной, Советским Союзом, Советской Армией, Советским Спортом, Культурой, Космосом, нам они же, руководители СССР, предлагают в 91-м году спустить красный флаг и отменить все атрибуты советского режима. Почему мы должны были с этим смириться? И это признать. Поэтому сегодня, когда мы, Государственная Дума России, большинством голосов поддержала утверждение соглашения между Россией и Украиной по газу и флоту, фракция ЛДПР воздержалась. Почему? Потому что Янукович через месяц после того, как победил, стал президентом, тут же отказался от главного, за что мы хотели его уважать и любить. Он отказался от предания русскому языку статуса официального языка Украины. Это главное наше было требование, дать возможность русским говорить, жить, трудиться, отвечать на вопросы в суде, на экзамене в школе, на родном языке, смотреть русские фильмы, телерадиопередачи. Если он через месяц отказывается, ему уже ничто не угрожает. Он уже стал президентом. Но, чтобы завоевать симпатии на Западе, перед поездкой туда, в Брюссель, он первым поехал в Брюссель, а не в Москву. Субтитры создавал DimaTorzok